Субтитры делал DimaTorzok А что у него есть? А, у него линга в Беллинге. Все, больше ничего нет. У Стрэнджа, кстати, и Морталов много. С центрями здесь достаточно такие. Прилетает, видит Вейнов Стрэндж. Видит, что нужно просто сейчас филды грамотные выставить. Филды где? Пошли филды. Отлично. Вейнов шатает сейчас 139-160. Блинг, да, делаются у Стрэнджика сейчас. И мне нужно переименовать стрим. Какое-то было поиска. Месторождение. 589. Такого поиска. Пытается, ну, давить сейчас Стрэнджа очень сильно. Линга Беллингов Учнуков. Второй Коготь пытается перейти в Гидру. Стрэнджи уже колоссы добавляются. Довар сталкеров. 180 на 198. Вот Снут идет вперед. Филды великолепные. Колоссик. Посмотрите, как помогает здесь. Вообще на изичек Стрэндж отбивается сейчас. Нужно постоянно Беллингов убивать фениксами. Что Стрэндж и делает. Хватит ли филдов? Снут думает, что филдов не хватит. Но Стрэнджу хватает пока что филдов. У Стрэнджа плюс два доделывается. Единственное, как-то грейды Стрэндж делает таким образом, что Зерк в плюсе умудряется оказаться. Филды нужны новые. Пошли филды. Часть Беллингов проходит, но часть вообще не проходит. Сейчас хорошо Стрэндж успел филды отстрочить. Колоссы с рейнджом уже? Нет, колоссы без рейнджа. Почему колоссы-то без рейнджа? Я чуть не понимаю. Дома потоночек Стрэндж ставит. Все, 200 лимита. Можно и нужно идти вперед Стрэнджа. Пока никакой гидры нету там. Идти убивать оппонента просто. Колоссов две штучки есть. Но, блин, колоссы без рейнджа. Я уже только что сказал, что меня это сильно беспокоит. Сентрии 14 штук. Политика верная. Энергию пополняют просто максимально. Ну, сверхбыстро они эти Сентрии. И так. Это первая игра, между прочим, Стрэнджа и Снута. Идет к 9 часам Стрэндж. Здесь, кстати, попроще будет филды ставить. Поднимает королеву две штучки. Что забоялся-то, блин? Три королевы всего. Стрэндж идет, что-то долго гуляет. Обходит через 9 часов вообще к пятой базе Снута сейчас. Снут пытается пойти в контратаку. Стрэндж этого не видит сейчас. И, блин, опасная контратака. Сто стороны Снута намечается. Нужно уверчажи выставлять. Выставляются уверчажи. Одни линги исключительно четвертую базу пытаются убить. Здесь тоже, кстати, фотоночки всего две. Нужно филды новые ставить. Но Стрэндж-то в это время Снута ведь тоже убивает. Филд пошел. Еще филды есть. Уверчажи выставлены. Четвертую Снут забирает. И идет вперед. Но у Стрэнджа громадный запас ресурсов. Вообще все замечательно. Колоссом бы рейндж. Так вообще бы было замечательно. Они просто вплотную должны подходить. Чтобы бейлингов убивать. Вот в чем проблема сейчас Стрэнджа. Идет Снут вперед. Филды пошли. Не надо отходить так далеко. С блинками, с агрессивными тоже поаккуратнее нужно быть. Еще ряд филдов пошел. Бейлингов. Часть врывается в сталкеров. Но часть погибает. По лимиту Стрэндж-плюсе. Еще довар в центре идет. Просто гигантский, кстати, довар в центре. Их все больше и больше становится. Стрэндж понимает, что ему нужный филдов максимально здесь. Чтобы постоянно убивать бейлингов на халявку. Снут идет вперед. Филдов просто невероятное количество. Колосса два всего. Бейлинги и линги падают. 140 на 180. Хватит ли Стрэнджу еще филдов? Еще филды пошли перед колоссами сейчас. Бейлинги обходят. Сплита у Стрэнджа особого нет. Но и Морталы там хорошие дэмэдж вносят. Сталкеры хорошие дэмэдж вносят. Королевами Снут не трансвьюзится. 103 на 148 по лимиту. Три базы в четыре в пользу Стрэнджа тут получается. Два филда выставляются. Плетки падают. Нужно сплититься сталкерами обязательно. Сейчас по максимуму сплититься. Два филда еще пошли. Сталкеров Стрэндж распличивает. Филды великолепные. Хорош Стрэнджик. Исполнение просто на ура. Почему ты на ВЦС-то так не играл? Надо на ВЦС было играть. ИГГ пишет Снут. Хороший Стрэндж. Вообще просто царь. Нужно вторую игру ждать. Сейчас я добавлю плеер на Team Liquid. Там твич сейчас запилил. Твич, я думаю, пойдет сам поднимется, как только... Как только... Стрим начнется. Стрим уже начался, да? Чего твич-то не идет, что ли? Чуть не понимаю. Пять минут за... Все, поднялся твич. Стрэндж отлично будет. Что выставить на Team Liquid? Ну что, Стрэндж 1-0. Соснутым пою в Храм Вальдах. Вторая карта. Если Стрэндж побеждает, то он выходит в полуфинал. И, кстати, по другой части сетки там Блайчик бьется. С Нафи сейчас он с французом будет играть. А, он уже Нафи уделал. Блай уже в полуфинале. Бистик против Соула играют и будет биться с Блайем. Ну, с Тиранами Блая, конечно, тяжело будет там, безусловно. Но вероятность Блая Стрэндж финала присутствует. Но Стрэндж еще с Нуута надо дожать. То есть это еще не конец, конечно же. Пульчик делается на Мэне. Здесь у Снуута Газ первый был, получается. Хотя нет, ну, примерно одновременно пула Газ были заказаны. У Стрэнджа стандартный Гейт Газ Нексус с Кибернет-чика. Так, пока начало. Что-то тут мне мама звонила. Смотрю, я пропущенный. Есть без звука просто. Сейчас перезвоню. Может, помощь какая нужна, ребят. И вернусь к вам. Продолжение следует... Все, ребят, я здесь. Прошу прощения. Так, ну третью Кибернет-чика Стрэндж облочил. Отмени ты ее. Е-мое. Оставил Кибернет-ку Стрэндж. Заброшенная Кибернет-ка. А видел, что 12-то Снуд занимает? Нет, Стрэндж не видел, что Снуд вообще 12 занимает. А, Блай уже против Бистика будет биться там, да, говорите? Ну, стул для Блая хуже, чем Бистика, мне кажется. Бистика будет проще. Так, опять какие-то... Посмотрите, опять Снуд Бейлинг Бас, что ли, делает? Говорит, опять он такую сверхагрессивную вредятину свою пытается провернуть. Сейчас, ребятки, еще один нюанс я переименую на Твиче стрим, потому что надо переименовать. Как только пауза будет, я выложу проливу. Записи с вас плюсики там нужны будут. Ну, все, продолжаем смотреть. Здесь у нас... Так, здесь у нас два пилончика Стрэндж с Сентрёй. То есть с Филдом будет здесь биться, поэтому все в порядке. Пока Твайлайтов никаких нету, то есть не собирается, ну, пусть-таки Адепт там делать. Еще пилоны новые заказывают. 39, 39 по рабочим ровно. Ну, Фениксы строятся. А Фениксы популяцию рабочим, Зергу, конечно, рабочую популяцию уменьшают всегда. Блин, я не успел добить, ну, потраченные 50 энергию в никуда раньше время не поднял, поэтому и аккуратнее надо поднимать рабочих. Вместо двух дронов один всего погиб. Ну, Стрэндж еще полетел, ушатал, поубивал. Третий Нексус пока вообще не делает. Адептов в арпы идут. Сейчас вот и третий Нексус, видимо, будет заказан. Пробочка выезжает. Здесь Фениксы летают, в общем-то шатают, постоянно пытаются. Пробочка на третьей базе. У Снута много лингов, кстати говоря, и все они двигаются вперед. Сколько в общей сложности? 38, 42. Сверх агрессивно Снут действует, и у Стрэнджа даже энергии нету. Ой, точнее, Грейда на скорость атаки Адептам. Все, видят Снут прекрасно, что Стрэндж на третий Нексус выходит. Юнитов не так уж много здесь, как вы видите. Линги забегают, Стрэндж видит, что Снут врывается, начинает разбиваться здесь. Ну, Адепты хорошо стоят вот здесь за минералами, то есть можно филдами здания защищать. И здесь один филд, отсюда не забежать, здесь филд, отсюда не забежать, тут. И сзади также можно блочиться тоже. Снут принял решение не врываться пока. 51, 53 парабам, рабочих Стрэндж строит, мастит хорошо сейчас. Клокоть делает тоже замечательно. Ну, дистанц майнинг сейчас нафиг не нужен Стрэнджу, потому что Снут может на халяву рабочих подбревать. Что он сейчас продемонстрировал, сбрил пару пробок. Два роба пошло на третьей базе сейчас. Стрэнджу зато пока Снута шатает на четвертой базе. Ну, Снут все равно рабов строит. Хорошо у него там в плюсе постоянно. 7 погибло за игру. Не так уж много 7 на самом деле рабочих, потому что пропал за рабу, пошатал. И Снут на четырех базах сейчас будет Стрэндж на трех. Ну, такая достаточно стандартная ситуация. Еще два дрончика Стрэндж убивает. Робо достраивается. Здесь у нас Бэйлинг Баст будет. И Стрэндж... Да пролетит и Фениксом вперед. Не пролетает Фениксом вперед. Вот спалил Бэйлинг Баст. Смотрите, Стрэндж нужно срочно на второй базе с Н3 парочку варпить. Стрэндж это понимает, варпит парочку с Н3. Филд нужен срочный. Стрэндж кидает Филд. Отлично. Два Бэйлинга уничтожены. И сейчас Бэйлингов просто убить. Внимателен Стрэндж. Очень внимателен. Да и везение доля определенная присутствует. То есть, что увидел Фениксом и все. Вот такой расчет этих всех Бэйлинг Бастов на неожиданность. Просто не было бы здесь Филдов. Убит Адепт. Сюда Алинги врываются с Бэйнами. Минус база, минус экономика. ГГ фактически. И Робо Бэй у Стрэнджа. Два Эммортала сейчас строятся. Робо Бэй почти готов. Где он почти готов? На Мэйне. Вот он прям. Ну тут уже минералов один сзади остался. Стрэндж на пофиг строит минеральные линии. Поэтому Робо Бэй первая гидра выпрыгивает сейчас. Стрэндж решил, что надо забрать одного гидральиста. Нужно ли было забирать так вот. Чуть Феникса не потерял. Ну чуть не считается. Два в принципе гидрала забрал. Дэмэдж один до красного ХП получил Феникс. Другой нормально себя чувствует. Колоссов начинает Стрэндж строить. Там призма еще заказан. Надо Роботиксы бустить обязательно в такой ситуации. Твайлайт есть. Там делает Стармор. Не вторая атака. Стрэнджу нужно просто прожить некоторое время сейчас. До... Так. Ну у него мув Бэйлингом. Уже есть гидролинга Бэйлинг. Идут вперед. Но без Колоссов Стрэнджу не отбиться будет. Плюс он и не бустит сейчас. Вот что печально как бы Колоссов-то. Плюс один на Фениксов делается. Густится Рэндж Колоссов сейчас. Спускается вниз Стрэндж. Призма испалил выход. Но мало юнитов. Мало. Хотя 72-94 боевой-то лимит Близзок. Но адепты без скорости атаки. Удбэйна идут вперед. Стрэндж понимает, что ловить ему здесь нечего. Нужно просто уйти на ХГ. Дождаться Колоссов. И Нексус отменить нужно. Фениксов привезти сейчас. В чем Нексусам желательно как можно дольше время протянуть. Да, все правильно Стрэндж понимает. Первый Колоссик готов. Сентрией нужно больше. Сейчас вот эти две нужно взять. Откуда я не знаю. Или что-то нужно взять. Причем Снут сейчас с двух сторон собирается. На Стрэндж, насколько я вижу, наламываться. Оракул готов. Тут один Колоссом Рэндж будет готов через... Сколько там секунд? Несколько секунд. Через 9 секунд без Рэнджа. Правда тяжко будет. Стазисная ловушка. Очень неплохо здесь срабатывается. Кстати говоря, заходят Беллинги. Беллинги взрывают. Там все взрывают. Два Роботикса сразу Снут. То есть Колоссов больше продакшена у Стрэнджа нету. Но сможет ли он этими Колоссами агрессию держать? Да, пока что сдерживает. Роботикса нужно восстанавливать. Срочно. На ХГ восстанавливает Стрэнджа. Нужен Варф. Нужны эпилоны новые. Но пока держится. Но Снут давит массой. И Снут давит просто великолепно. В его стиле типичном на самом деле. И у него очень удачно это получается. То есть он вроде как бы сливает свою армию. Но у него такая экономика, что новая армия сразу же такая же появляется. И у него бас очень много. То есть Стрэнджу нужно постоянно держать. А Лимит Стрэндж не может восстановить такой же качественный, как был. То есть у него два Колосса. И больше пока не будет Колоссов. Пока эти два Роба отстроят. Вот они на Мэйне ставятся сейчас. То есть в этом и минус как раз всегда явился. На третьей базе такие ключевые здания ставят не очень просто. Привыкли все корейцы так делают. И все другие так делают. Сейчас Колоссов строят там роботиксы на третьей где-то. Вот в итоге и беда такая. На четвертой, на пяточней базе Стрэндж Снут. У Королевы убило всех дронов, которые были здесь. 153, 188. По лимиту, кстати, близко. Два плюс Колоссов Стрэндж заказывает. Вторую атаку наконец-то тоже заказал у Снут. Там когти уже два, кстати, есть. Фениксами полетал. Еще здесь похарасил. И, кстати, Снут не делает свичи с этого миксу. Но в этот раз Снут собирается дропаться в Стрэнджа. Но чем ближе Стрэндж к 200 лимиту, тем лучше у него все. Плюс 4 Колосса будет. То есть можно сплититься вокруг этих Колоссов. Сталкеров разблинкивать в разные части. И еще бы пару Арконов бы сюда так вообще бы царски было. Но есть Фениксы, которые оверов будут наказывать. За то, что они залетели внутрь армии к Сталкерам. Они будут именно их атаковать. Так, здесь Стрэндж полетает. Еще три дрона зашатал. И улетает, видя Гидру сейчас. В принципе, все Фениксы... Нет, один не уйдет. Хотя нет, даже этот ушел на двух ХП. Повезло Стрэнджу здесь немножечко. Колоссов четыре штуки есть. Нужен до варп еще чего-то. Плитбикон пошел. Но это до варп будет... Темпистов будет делать в итоге Стрэндж. Врыв идет сейчас со стороны Снута. Жаль, что обсервер вот этот не заметит врыва этого. Стрэндж вообще врыва этого не видит. Вот пошел варп. Ну, 189 лимита. То есть лимит хороший. Жаль, вторая атака не доделалась. Но тут идеального я хочу расклада. Но если Снут так будет летать взад-вперед, то тут и атака доделается. Там 26 секунд уже остается. Идет Снут вперед. Стрэндж прекрасно видит, что Снут врывается. Ядра Бэйлинги. Сверх оверы залетают. Пилды пошли. Пилды, блин, в центре попадают Бэйны. Фокус идет оверов хороший. А Стрэнджа нужно отступать. Мишка назад. Пилды новые пошли. Пилды неплохие. Колоссы живут. Все, по-моему, колоссы живут сейчас. И Стрэндж нормально принимает бой. Все, Бэйлингов там только в одном овере остались. Бэйлинги. Отходит Стрэндж назад. Дропаются Бэйлинги в колоссов. Один колосс уничтожен. Но остальные живут. 152, 156 по лимиту. Здесь Снут на вторую ворвался. Каким-то непонятным образом сейчас Стрэнджа. У Стрэнджа ни одной потомки нигде нет. Но сталкеры приходят. Все отбивают вроде как. Роботиксы. Вот сейчас бы колоссов Стрэнджу, чтобы их было не три, а пять. И все, в контратаку идти. И ничего Снут не сделает. А, ну их четыре, кстати. Их четыре колоссов. Почему Стрэндж новых не заказывал? На четвертой базе какая-то добыча странная, кстати, ресурсов очень идет. Маленькая добыча. Снут делает роучи. Очень много Стрэндж. Что-то Стрэндж завис. Призма есть. Все есть. Иди вперед. Не хочу. А, ну Стрэнджа 4 не ксус. Он просто понимает, что ему 200 как бы отстроить. Опять же, в очередной раз. И все будет неплохо. Но ему просто можно сталкеров мастить сейчас. И плюс четыре вот этих колоссов, собственно говоря, реализовывает свое преимущество. Вот к Призме Стрэнджи подходит. Архончики уже первые пошли. Ох, Архончики хороши здесь в этом миксе. Вот опять же, третья атака не делается. Да, считаю, это ошибочкой небольшой. Но учитывая, что прессинг идет, может быть, это и не сильная даже ошибка от Стрэнджа. Так как уже атака идет жесткая. Призма очень так вперед выдается. Ресурсы у Стрэнджи есть. То есть на варп. Ресурсов много. Запоя вперед. Пошли филды. Бейлингов нет. Гидра-реводзеры здесь в основном у Стрэнджа. И это минус-снут, ребятки. Здесь в хлам Стрэндж просто разносит оппонента своего. Микс очень тяжелый. Здесь группа юнитов убила. Идет уже на третью убивать все остальное. Фениксы в наглую врываются. Стрэндж отконтроливает назад. Кинуточка отводит. Не надо так ломиться дальше. Здесь прирост гигантский просто в этих коконах. Смотрите, сколько здесь ровучей строится. Стрэндж сразу же принимает их всех. Моментально уничтожает. Знаете, потери в этой игре какие просто. Не в пользу Снута они явно. Здесь успел Стрэндж дома что-то наварпить. И пойдет дожимать. Пойдет дожимать сейчас. Вот они потери. Стрэндж заходят дальше. Начинает Снута убивать. Снут пытается сзади зайти. Отбить свою базу. Вархончик живет. И очень сильно он помогает. Танкует с одного направления фактически сейчас. Фаерболы пошли со стороны Снута. По колоссам, конечно, попадает. Но Стрэндж вперед выходит. Сталкеров вполне достаточно. Еще варх сталкеров идет. Колоссы живут. Уже нет. Но это ГГ, ребятки. Стрэндж в финале просто красавчик. Просто красавчик. И ничего не скажешь. По-другому. Блай в своей игре 8 минут. Блай бьется с кем-то там. С мистиком, да, Блай бьется. Нужно сейчас рестрим бы подмутить бы. Наверное, есть там где-то рестрим. А, нет. Варди тоже самое. Стримит абсолютно. Надо Блай попытаться найти сейчас. Все тут Снути Стрэнджа почему-то у нас присутствуют. Амораликас. Амораликас была Абистика. Так, ну что, посмотрим Мораликаса. Тут близкая ситуация, посмотрите, в Полимитус. Какой-то выход собирается сделать у нас Бистик. Причем выход без медиваков. А готов ли Блай вообще? Блай, Роучи, Реводжеры есть. Выход без медиваков идет. Фаербольщики пошли на охот ноги там всему этому био. Стимпатчица Снут раскидывает гранатками Реводжеров. Очень жестко пытается... Простите, Стимпатчица Бистик. Пытается Блай тут с дронами отбиться. Но больно. Больно очень Блай здесь. Очень больно. Девять Роучи, еще отблай. И третий у Хату ставят, там Мистик. 17 Роучи, еще отблай у них, и большинство у них были въздущие после этогоorrhea. И это было стимпатчем без уха, не имеющие медиваков с ним. То есть это в какой-то картинке. Но это работал достаточно. И вот сейчас Бистик есть Бисти с 2 медиваков. И да, есть ли еще более. В течение секунды. Что с Верди? Не знаю, Вердос не играет так сейчас часто. Блай восстанавливает лимит. Сейчас Блай на 1-1 пойдет Бистика шатать, я так понимаю, пытаться. Заходит Бистика опять же с медиваками. Вперед у Блая королевы тут есть. Блай готов встречать Бистика, ловить. Заходит на ХГ. Будет туда двигаться, прям на ХГ Блай. Да, судя по всему, будет. Бистика пытается кайтить. Файрботчик пошел, но Блай не рискует. Да, здесь танк уже один есть, без шансов лезть туда на рамку. Но Роучи мастятся в гигантских количествах. Нужно как-то будет что-то сделать. Блай пытается на третью сейчас обойти. Ченджлинг зайдет сейчас. Видит, что Бистика уходит сейчас. И, кстати, идеальный тайминг для Блая врыва на третью базу. Ой, идеальнейший просто. Ушел Бистик. Нужно возвращаться сейчас просто назад. Блай заходит. Сейчас еще позицию на ХГ займет, чтобы Бистика не смог вернуться нормально. Если Блай не тупил бы, надо позицию эту занимать, чтобы не заходило Био на халяву сюда. Конечно. Файрбулы, ПЦЦ-шики пошли. Блай сплитится. Пытается уйти. Да что ж ты делаешь-то, Блай? Либо дерись, либо уходи. Как же криво отступает он сейчас. Ну, ё-моё. Но танки на халяву забирает зато. Су-48, 121. Еще Роучи сюда подходит. У Бистика тоже 1-1 сейчас будет. Ну, чё-то Блай не зря. Затянул. Надо было одной атакой Бистика сбить, стараться. В итоге по лимиту Блай чё-то тут проседает. Как-то уже не то что проседает, сравнялся практически. Но еще игра идет, насколько я вижу. Блай перестроил Бистика. Сейчас подземный муф очень скоро у Блайа. Если будет Роучин готов. Все готово. Закупочка. Подземный муф еще нет. Бистика пытается шатать. Либераторы на вторую пришли. На третью сейчас зайдет. Там все это био. Био. Так, Королева заходит. Либератора убивает. Здесь Блай принимает Бистика. Бистик пытается на мейн полететь. Блай будет вообще атаковать или нет, не могу понять. Королева на мейн заходит. Королев много. Но тут и Либератор есть, и Био много здесь есть у Бистика. Либератора Блай пытаются убить королевами. Криво туда заходит. Просто дикий дэм вот сейчас Бистик наносит. Королеву Блай закопал. А толку то, что он закопал сейчас своих королев? Паербочек падает. Еще один королев нужно выкапывать. Реводжеры что-то закапываются, выкапываются. В это время в лоб Блай отбивается. По лимиту вроде как в плюсе остается. По боевому, в чем значительным. Королевами нужно зайти. Либератор-то кто-нибудь выбьет когда-нибудь вообще. Наконец-то выбивает Блай Либератора. Идет в лоб атаковать. Но здесь слишком много Бистика. Слишком много. О, бля, нет зерк с только Роочи и какие-то Реведжеры. В самом деле, это только Роочи, которые уходят на этот шок. Так, да, в целом, очень хороший движение для Бистика. Бистика получил несколько работников прямо здесь. Бистика получил несколько университетов в процессе 2. И не забудьте забыть о том, что он получил много Крива до верхней стороны. Так, ну что, Блай тут заползалки делают с двух сторон. 152, 153 по лимиту. Пытаются четвертую сбить базу, сейчас я так понимаю. Ну, блин, экономика печальнейшая у Блая, конечно, здесь. Грейды как 1-1 были. Вот сейчас 2-2 Блай, конечно, заказал. Но помогут ли 2-2 там Блай? Либератор на 3-й. Просто на халяву прилетает Либератор и бомбит сейчас вообще. Что происходит-то такое? Здесь Роочи пытаются заползти. Заползает, Бистик реагирует, до пошки закрывает. Туретку надо выбивать, а что толку? Ну, выбил Туретку. Сейчас один скан сюда пройдет и все. Ну, еще Блай в игре до сих пор, насколько я вижу. Пытается расшатать 118 на 154. Но вот сейчас с данной точки видно, что Блай нереально практически вытащить становится здесь эту игру. Убивает Бистик всех Роочи сейчас. 3-3 у Бистика плюс еще сейчас будет. Вот в чем прикол, то есть у него грейды будут просто жесточайшие сейчас против Блаевских. Блай пытается в Микос перейти, в четвертую пытается занять, пытается рыпаться как-то тут. Проверяю постоянно батлнет, а то вдруг там забудут меня заинвайтить, чтобы самому заинвайт зайти в игру. Хороший скан сейчас от Бистика был, много Роочи Блай он убил. Короче, не слезь в Блай с Роочи Реведжеров. А Роочи Реведжеры работают только, если они в плюсе по лимиту, там, либо по грейдам, почему-то там в плюсе они должны быть, как бы. Либо Микос уже вовремя будет, как бы. Микос вовремя не было, по грейдам, по лимиту не особо там в плюсе Блай. Бистик четвертую занял уже, и сейчас Бистик вперед, насколько я понимаю, пойдет. Вот 3-3 грейды. Если танки есть, то это просто дропнуть танки и сделать фронт, как бы, нормальный, более-менее, не в куче все. Нажать Т и в атаку послать юнитов, все. Ну Блай бьется до конца, что тоже правильно. Так, один Либератор упал, второй живой. Второй разбомбил всех рабочих, просто, смотрите, Блай его. Я не знаю, Блай так их странно отбивает, рабочих не отводит. 156-139, пытается Бистик здесь давить. Ну Бистик уже четвертая, то есть Бистик там продакшн просто гигантский. Все, Блай не в игре, пытаюсь сейчас заскочить к нему, прошу прощения. Пошел замес. Да тебе хорошо Блай здесь подрался. Микозы хорошие. Блай здесь даже отбился, но перспектив экономических нету практически. Блай, я не знаю, что это не повышает, но это не было. Ну это первая игра была с Бистиком, мне так кажется. Ни в игру не зайти, ни здесь не досмотреть. Бьется Блай до конца. Лимит, в принципе, боевой щит. Блин, на средней стадии как-то Бистик Блай зашатал жестко. В итоге все вот так вот и печально сложилось. Чего-то хоста нету до сих пор, я чуть не понимаю. Так, захожу к Блай. Все, я на ход зашел. Так, выбивает Бисти к вазу. Игра начинается, поехали. 130-160, пытается Блай еще раз подраться здесь. С этими козы могут зайти, посмотрите, фаербуллы на танки падают, фаербуллы на био падают, но слишком много Бистика здесь. И он сминает Блай, к сожалению, лимита недостаточно, плюс Био на 3-3 просто разрывает. GG, ребятки. Говорит нам Мораликас, и мы сразу же идем в игру сюда. Бистика 1-0, Бо-3 у нас здесь соответственно. Но Стрэндж ждет в финале победителя. Я не знаю, с кем лучше играть Стрэнджу, это его нужно спрашивать. Ну, хотелось бы СНГ, финал конечно бы, чтобы оба и призы получили, и вообще отыграли бы хорошо. Бо-3, но не мог бы уук... Ну что, ребят Фрост, она же мороз Карта была и ставит хатку 17 угас ставит сейчас Или даже это не 17, а 16 Где-то хата была И пул пошел Объехал вот так вот сюда Не знаю зачем Думал, где же пул ему получше поставить Поставил в итоге Так, убийстика 2 барака Кстати, без факты Он начинает, интересно То есть какой-то билл будет в арде в зрителях Что в этом ненормального Ты об этом не беспокойся Так, пошел лейр у Блая Это ранний шпиль, наверное Я думаю, скорее всего Здесь со стороны Блая А у Бистика Обратите внимание Дроп 16 мариков Со стимом Видимо билд здесь Очень похоже Да, да, так и есть Так и есть Причем этот билд Хорошо контрит обычно Блайовские билды Вот такие Типа раннего шпиля В принципе лейр Может законтрить Ну лейра здесь не будет Залетает рипер на мейн Пытается бистик спалить Что здесь происходит Кажется, заметил он Да, заметил лейр рипером Все в порядке Понимает, что здесь делается Заказан Старкорд сейчас Стимпак 30 секунд Делает все Он делает 120 То есть Она 1,4 Пока еще только Стимпака у нас здесь Ну и линги забегают Бистик Вот он спускается Мариками своими Нужно лингов встретить Отгнать Привет Джек Все в порядке Камни пробил Сейчас бистик Пошел скан Видит шпиль Прекрасно Марик и кот Там вперед Пошли Или лингов Просто погонять Да, они просто Лингов Пошли погонять Нужно стеночку Закрывать Сейчас До стимпака Еще где-то У нас 30 секунд Чуть поменьше Чем 30 секунд Остается Блай видит Прекрасно Здесь происходит И бистик полетел Резко вперед Пока блай не контролит Нужно залететь Нужно дропнуться Просто сейчас Вот сюда Вот, конечно И просто-напросто Развалить блай Попытаться Что бистик Так и будет Пытаться сделать 5 секунд до стимпака Идеальный тайминг Стима получается Заходят сюда Нужно сканить Нужно крип сбривать И нужно заходить На хг сейчас Муталиски Еще только строятся Лингов Вообще Нету больше Новых Заходят Сейчас марики Против лингов Бой принимает Бистик Начинает кайт Линги все уничтожены Рабочие под ударом Куда ты убежал-то Ё-моё Странные какие-то вещи Бистик делает Отошел назад Сейчас Ну крипа нету В принципе Под угрозой Блай А базу держат Здесь и сейчас Полетели еще Медиваки Нужно на ксилнагу Отступить С тремя медиваками Плюс мариками Еще один врыв сделать Если щиты доделаются Так вообще Замечательно будет Туреточки Правда еще не готовы У Бистик Тайминг Туреток не идеальный Но нужно просто В лоб сейчас атаковать Сейчас два марика Выходит Туретку Бистик дострой же Ты туретку Наконец-таки Достраивает туретку Блай пытается Укуснуть куда-то Через F2 Бистик контролит Назад Просто бежит Все армии Это полный провал Шанс для Блая Зашатать Сейчас очень жесткий Есть Шатает Вроде как Ну блин Муталиски Под туретками Конечно здесь сливаются На центре Тут королева Уничтожает Бистик Марики все В мясо Перестимпачные Но стабильно Идут вперед Через 3 секунды Уже щиты У них будут готовы Все они со щитами стали Минка делает залпы Кажется Блая здесь Просто уже не отбить Марика будет Смотрите Они как наркоманы Эти перестимпачные Просто режут Здесь все Бистик кайтит Пытается Муталиски прилетают Королева минус Дроны минус Смутку нужно Подшатать бы сейчас Да 2-0 Бистик против Блая И медиваки Ты еще с энергией были То есть Это полная печаль Сейчас еще Прирост вперед Пойдет Скорее всего От Бистика Сканет Выбивает Криптумары Все Вообще все Абсолютно Блая Бистик Ну тут Криптумары Не особо нужно было Выбивать Одна минка Здесь осталась Но Блая Сейчас с муткой Слингами Попытается Отбиться У него 7 Муталисков 12 слингов А здесь Всего ничего Там 7 мариков По-моему Присутствует Но есть 3 медивака И это опасно Поймал Здесь Блая Бистику Все Но сейчас еще Двойной дроп Загрузится И полетит Одновременно Насчет следующих Водных же Пока не знаю Точно не уверен Если будет Время То сообщать Там Как бы Я уже По обстоятельствам Буду смотреть Здесь Слингами Пытается Блая Контер-атаковать Но Бистик Разгружает Вот же Минка Есть Вижен Лети ты Вот сюда Дропайся Сразу И все Нет Ты издалека Там Дропнулся Ну хотя Так Надежнее Видимо Бистик Считает Я бы не сказал Намного Надежнее Получается Ну надежно Да Заходит Дроп На вторую Блаю Вторая база Сейчас будет Уничтожена Здесь Марики У нас Достаточно Их Плюс один Делается Марики На стиме Просто Шпиль Убивает Оверок Убивает Шпиль Нужно Забрать Линги По Ой Линги Как по Минкам Пробегают Минус Все Линги В итоге Так И шпиль И хату Добивает Бистик Получает Брудлингов Миллиард Просто И Брудлинги Помогает Отбить Мутки Все это Дело Ну тормоз Что ли Наоборот Надо было По очереди Выбивать Выбил Бишпиль Убил Брудлингов Пока Мутка Лить Вот здесь В итоге Брудлинги Редкие Вообще Случай А Брудлинги Чему-то Помогли Вообще Действительно Ну бывает Такое Иногда Здесь Минки Блай Убил 84,68 По лимиту Бистик Уже Либераторы Здесь Вопрос Времени В общем То Здесь Когда Бистик Дожмет Блай К сожалению К сожалению К большому Так Две туречки Пошли Криптумор Летит Сэшка Третья Уже летит Новенькая Кстати Она еще Даже Не планетарка Не орбиталка Ничего Она ни во что Не превращена Муталиски Либераторов Дву сбривают Сейчас Туретки Будут готовы Заказан Будет Орбиталочка Нет Планетарку На третий Ставит Перебор Ну кстати В такой игре Учитывая Такую Вообще Агрессию Жесткую Может быть И правильно Планетарку Буду поставить Пытается Блай Контратаковать Здесь Беллинги Муталиски Здесь Контратаки 862 По лимиту Что-то я не вижу Подходящих Вновь С мейна Мариков Беллинги Заход Но Беллинги Это безумно Бистик Засплетился Здесь Пытается Беллингов Раскайтить Ну убил Беллинг Я не сказал бы Что прям Сверхэффективно Бистик Беллингов Убил Но более-менее Здесь отбил На под туреткой Мариками Ныкается Блочится Сейчас Блай В это время Медиваки Сбивает 20 лингов Еще заказано Медиваки Отсутствуют Бистик Вместо того Чтобы строить Медиваки Либераторов Строит Непонятных Но он мутку Хочет сбить Сейчас очевидно Но ему не мутку Нужно сбить Ему нужно Био Свою вылечить Просто Так Минки Копаются Блай Пытается Сбить Минки Одну Убивает Вторая Успела Окопаться Бункер Сейчас Сделается Еще одну Минку Блать Бистик Летает Просто Медиваки На ровном месте Сливает Сейчас Вычинит Медивак Этот Вот Пошел Вычинивать Он вылечит Всех Мариков Это Очень важный Момент Бункер Еще не готов Сейчас будет Готов И кстати Вокруг Этого Бункера Контроль Будет Ключевой Для Бистика Здесь Бейлинга Вблая 17 Штук Будет Но они Безмой Я уже Об этом Говорил И Не то Чтобы Легко Врываются Бейлинги От Бистика Кайтит Против Двух Бейлингов Неплохо Раскайтил Даже Рабочие Не погибли Сзади Где-то Либераторы На Стиме Марики Принимают Здесь Бейлингов Все Муталиски Отдаются Блай Сражался Как Лев Здесь Конечно Пытался Пытался Он что-то Сделать Из Этой Практически Безысходной Ситуации Но Безвыходной Ситуации Но Не Получилось Бистик Все-таки На Третьей Баде Закрепился По Рабочему Срок Больше Всего Больше Это Полная Печаль Безвыходной Безвыходной фокусить. Отфокусил Бэйнов, Хата падает, Блайя еще не дает. 42 лимита на 95 просто. Блайя пытается еще здесь сделать, но уже здесь ничего не сделать, это очевидно. Заходит, Бистик на мейн, сканет. У Блая просто нет юнитов, еще Блайя ждет. Он просто не хочет им проигрывать, но, к сожалению, проиграл. Так, Блайя говорит, не знаю, каким богом ты молишься богам, но это работает. Увернулся от каждого овера на карте. Я не знаю, про какую-то стадию, видимо, про начало, что ли, там. Ну что, Стрэндж против Бистика, финальчик у нас, Гоуф УСК, не знаю, Бу-5, там Бу-3. Стрэндж против Бистика. Ну что, сейчас я приду, ребят, ждем финала. Бистика. Бистика. Benjamin. Бистика. Бон, баста. Так, всё, я здесь, ребят. Так, всё, ребят. У нас гроза тут началась. Ну что, Бистик против Стрэнджа. Я бы назвал Стрэнджа здесь фаворитом этого финала. Я думаю, что он посильнее Бистикой играет. Не раз я видел, как Стрэндж его убивал. Ну, может быть, сейчас что-то так. Всё, отлично, заходим. Финал начинается у нас. Стрэнджа здесь фаворитом. Ну, всё, заходят все сюда. В общем-то, на стрим сейчас и посмотрю, что на улице творится. И к вам вернусь. Так, а на улице у нас опять дожди сплошные какие-то. Ну что, Бистик Стрэндж. Финальчик у нас. Тиран, Протс, Бо-5, ТВПшечка. Наверное, Бо-5 иногда на Бо-3 игроки договаривают. Но Стрэндж обычно за Бо-5, как бы. Вот поэтому я думаю, что будет Бо-5. Ждём начала. Гоу-гоу пишут игроки. Поехали. Гоу-гоу пишут игроки. Так, я имя нового всё везде Гель-газ у Стрэнджа, гель-газ Никсус Стрэндж обычно вообще всегда вот этот билл стандартно Исполняет А я вас всех приветствую в очередной раз, ребятки Помните, что можно поддерживать и нужный мой канал Отблоками отключен и премиум подписками Ну и через плеер, либо напрямую по реквизитам Можно поддерживать Ещё также финал 589 турнира Go4SK у нас проходит Ну то, что Стрэндж в финале уже замечательно Почему? Потому что финалы месяца Go4SK предстоящий он получит уже за финал очков Достаточно много, я думаю, что будет там участвовать Вот Ну так, три КСМ, три пробочки на газе Здесь у нас пробка в разведке одна Бистик через реактор начинал Стрэндж Прекрасно всё это видел, на самом деле Что не через рипера, что можно стандартно, надёжно соврать И пошёл Твайлайт, то есть будет выход в блинг, я насколько понимаю Сейчас 16 пробочек на майне начинает Второй раз качивать По 2 на минерал, всё распределено хорошо здесь Да, и на вторую базу рабочие приезжают Сейчас уже две штучки 25-22 по рабам Стандартное начало, в принципе Адептик вперёд попёр Робо заказано Твайлайт робо Адепт иллюзий что-то проверил, но Стрэндж в чиво вперёд не ведёт Не знаю, почему на самом деле Так, Сергей Владимирович, боча с 78-ру, 112 рублей нас вверх присылает Спасибо тебе На рубль оперетил Спасибо всем, ребят, за поддержку Большое Так, что Бистик гуляет рядом со Стрэнджем У Стрэндж играет Даркшайн Дарков сейчас, эти марики здесь рядом ходят Вот он Адептика принимает, Бистик Мазеркор где-то слишком поздний вообще у Стрэнджа Призма не готова Ещё пробок вынужден выводить Сейчас Стрэндж полный провал, я бы сказал Это Стрэндж в свой билд Сейчас Минка приходит прямо сюда Какая жесть, очень халяву Гают говномариками своими Приходит Бистик, занимает позицию Но с Дарков так, конечно же, опасно играть Безусловно То есть сейчас Стрэнджу просто нужно Дропнуть сюда Дарков И развести Бистик желательно пожёстче Дарков сплетануть обязательно нужно КСМки выезжают, что толку? Призму уводи Стрэндж, да что ты делаешь? Ну как долго соображает? Ё-моё, Призма падает Здесь Дарк подходит, сейчас обьёт На мейне можно уйти было из ренжа скана Не ушёл Стрэндж, но режет Дарками неплохо Тем не менее, здесь я бы сказал Так, Дарк причём на мейн заходит Или не заходит? Нет, не зашёл Дарк на мейн Нужно убивать минку Сейчас 36-26 Всё-таки Стрэндж в свою пользу здесь Эту ситуацию обернул Каким образом? Дарками, каким же ещё образом? Дарк режет Депошечку На халяву скан Стрэндж выманивает Убистик Вы смотрите И Депошку можно спокойно добивать Сейчас причём снизу ещё одна стоит Чё Стрэндж её не бьёт-то снизу Вот эту-то убил бы Ещё один Дарк подходит Убьёт сейчас эту Но вот сейчас нужно, конечно, было верхнюю убивать Потому что видно, что скана не было пока что Убистика Депошечка открыта Ещё один Дарк врывается на хайграунд ЦС-шка взлетает Посмотрите И сканов у Убистика просто нету сейчас Вот в чём проблема Стрэндж начинает реактор резать Здесь добычу установлен 44-29 парабам Реактор сейчас упадёт Просто А нет, не упал Рэйвен Вышел Понял Стрэндж, что Рэйвен вышел Нужно уходить с Дарком отсюда В итоге Полетел мул Третий Нексус Но всё нормально Я зря переживал у Стрэнджа В экономику он в плюс Ой, здесь вот минка Бистика залетает Уверчаж выставлен сейчас Пытается Бистик дропнуться в другом направлении Что мешало пораньше Что верчаж убить не понимаю Хороший контроль Пробку успел от минки увести Красавчик Стрэндж молодец Не перехвалить бы самое главное Три Три Сталкера Делает сейчас варпится Стрэндж Блинк делается Надо сейчас по Какой-то выход с призмой Очередной на Сталкерах Видимо делать Добавлять Либо гейток уже убивать Либо Добавлять Я не знаю Робо Бэй Выходить в колоссов Сентрии добавлять Плюс фаржи делать Грейды начинать штамповать Уже Дарк на третьей базе У Стрэнджа Тут на патруле есть Нужно как бы Его отсюда увести Вот Бистик на халяву Приходит Видит его И убивает Нужно где-то здесь Его вдалеке держать Так Сталкеров варпы Новые идут Один дарк на второй Здесь у Стрэнджа Если не знаю Видит он его или нет Плюс 4 гейток Стрэндж добавляет У него 7 гейтов Будет сейчас 7 гейтов Сталкера Сейчас Бистик В наглую Уходит по центру Посмотрите У него стимпака Даже еще нет То есть Стрэндж Может его Подловить на самом деле Но у него нет Блинка Вот он пробивает Камни Стрэндж Здесь призма Заново залетает На мейн Можно варпануть Там тех же адептов Либо пару дарков Еще да пофиг Что тут редкое Зашли рабочих Порезали Задача выполнена Гейты новенькие Открывают Стрэндж Бистик Пробивает камни На третью базу Сейчас Стрэндж варпит Нет Стрэндж адептов Варпит Но они без плюс 1 Блин Без скорости атаки То есть адепты Печально здесь В таком раскладе Подрезает Стрэндж сейчас Почти что Бистик У Рэйвена Но почти не считается Рэйвен жив Сталкеров еще Варп идет В это время Адептики с мейна Телепортируются На второй Но тут Бистик готов Так Дефенс дрон Очень сильно Сейчас тащат Для Бистика Стрэндж Неужели Нексус третий Собрался Да просто На ровном месте Бистик приходит И Нексус убивает И здесь адепты Отдаются Ну вот Пару косяков Посмотрите И все Ситуация Не в пользу Протеса Реально Пару косяков Нексус отдал Здесь Адепты Вообще Ничего Не сделали Нужно Просто Дарков Было Двух Дропаешь Сюда Сюда Послал Кофик На туретку На какой Нибудь Базе Явно Юнитов Не было И вырезал Стрэндж 109 На 97 Тем не менее Еще Стрэндж Пока Не проигрывает Далеко То есть Он может Еще Один Выход Просто Сделать Может Нексус Восстановить Третий То есть Вариантов Массы То То Что Рэйвен Живет Плохо Хоть бы Рэйвен Замес Убил И Био Много Накопил Б Тирана Так Михаил Николаевич 100 рублей На сбер Присылает Пумю Передай Пламенный Привет Адольф Ура Привет Адольф Неожиданно Прямо Давно Чтоб Адольф Вспоминали Еще В поддержке Еще Давно Не было Такого Спасибо Всем За поддержку Ребят Большое Так Нексус На 3 Здесь Что Здесь У нас Фаржа Робо Бэй У Стрэнджа Бестика Уже Больше По лимиту Блин Опасно Очень Бил Здесь Немеренно Нужно Как-то Мне кажется Контратаковать Стрэнджу Пытаться Был Он Не стал Контратаковать Зря Такое Количество Бил Уже Не Остановить Будем Призмы Стрэндж Кстати Видит Что Бистик К нему Собирается Ворваться Здесь Малик Убил Пробку Но Сталкер Останавливает Малик Сейчас Призма Призма В это Время Летит На Третью Базу Кстати Говоря К Бистику Можно Варпануть Сюда Так Аж Шесть Адептов Стрэндж Варпит Нужно Ли Столько Много Было Варпить Единственное Телепортик Сразу На Вторую Пошел Здесь У нас Стрэндж Видит Бистика Так Филды Пошли Но Минку Видит С Минка Тяжело Куда-то Телепортнулся Не туда Стрэндж Что ж ты Творишь Вот сюда Врывался И убивал Еще Филды Новые Пошли Гвардия На Нет У Стрэнджа Филдов Тоже Как-то Мало Колосс Первый Готов Еще Без Рэнджа Третий Нек Сейчас Под Ударом Будет Адепты Пытаются Ворваться На Вторую Сейчас Вроде Как Врываются Тимпатч Собистик Сейчас Стрэндж Как-то Просто И убить Ну По лимиту Близкая Ситуация Для Стрэнджа Сейчас Единственный Шанс Насколько Я вижу С двух Бас Выход С колоссами С рэнджом Сделать Просто Грамотный Сейчас У Тархону Тут можно было Законтролить Чтоб он Не подставлялся Этот Архончик Я вам Скажу Честно Минус Мародерчика Стрэндж Делает Все На Ф2 Армию Стянул Сюда Нужен Довар Еще Зилков Там С Сентрея Не знаю Чего Либо Нужна Призма Призма Не готова 1-1 У Стрэнджа Доделаются На две части Бистика Армия Сейчас Разделена Вот он Пытается Пойти Вперед Соединив Ее Ну Где Филды Филды Хорошие А Стрэнджа Сейчас Бистика Разваливается Здесь Получает Очень Много Дэмэджа Стрэнджа Больше Уже Лимита Подходит Еще Один Колосс Сталкерами Забирает Колосса Нужен Новый Варп Сталкеров И сейчас Призма Прилетит Сюда Подрался В плюс Абсолютно Сейчас Стрэндж Минку Нужно Спалить Вот Здесь Хорошая Реакция Со стороны Стрэнджа От Минки Увернулся Два Колосса Уже Мазеркор Ставит Два Тайм Варпа Сейчас Стрэндж Заход Чего Тайм Варпами Не пользуется Стрэндж А Он Сталкеров Хочет Пробить Он Ждет Призму Он Ждет Еще Сталкеров Хочет Пробить Камни Камни Пробивает Бистик Здесь Как-то Криво Посмотрите Юнит У своих Войт Филд Великолепные Два Филда Стрэнджа Стрэндж Зажимает И кажется Стрэндж С двух Бас Все-таки Бистик И дожмет Здесь Так Еще Довар Пойдет Нужен Бистик Но Тянуть Тоже Нечего Стрэндж Там Три Базы У Стрэнджа Две Нужно В общем-то Биться Просто Колосы Падают Один Второй Но Био Тоже Кончается У Бистика Био Кончилось Блин Контроль Хороший В центре Много Викинги Садятся Викинги Минус 100 на 70 По лимиту Стрэндж Идет Агрессивные Блинки Вперед Дожимает Бистика Есть Здесь Один Иммортал Иммортал Так Вот Наконец-то До Био До Мародеров Добирают Стрэндж Юниты Все Минус Иммортал Все Бистика Сажает Викингов Своих Последних Но Они Уже Не Спасают 90 На 30 В Лимиту Просто Чудо Игра Какая-то Стрэндж Молодец Чисто На Опыте Бистика Дожал Сейчас Казалось Все Уже Не Выиграть Но Наказал Чертягу Все Таки Молодцом Молодцом Хост Не Наблюдаю Пока Что-то Бистика Реплей Что-ли Смотрит Я не Знаю Или Что Происходит Стрэндж Что-то Не В Игре Не Знаю Стрэндж То-ли Не Может Зайти То-ли Не Видит Что Происходит Сейчас Все Стрэндж Зашел И Сразу Готов Ну А я Всех За Поддержку Благодарю В очередной Раз Гвардиана Не Было Там Энергии Там Уже Филды Решали Хотя Гвардиан Не Лишний В таких Замесах 1-0 Стрэндж Так Игорь Геннадьевич 150 рублей На Сбер Присывает Получил ЗП Отправил Копеечку Комит Спасибо Большое Вот Спасибо Большое Игорь Геннадьевич Никнейм Еще писали Были Было Вообще Хорошо Уже Об этом Говорил Прокси От Бистика Игбарак Напишу Так И Сразу Еще 150 От Игоря Геннадьевича Топим За Стрэндж Спасибо Спасибо Тебе Большое Очень Приятно Спасибо Всем Ребят КСМ Готов Так А там 112 100 И 300 112 100 И 300 512 Получается Плюс Наши КСМ Атакованы Улучшение Завершено Вот так Чтобы просто Цифры не потерять Здесь я не ставлю Спасибо Всем Ребят Так Прилетает Реперочек У Стрэнджа Зилок На Мэнни Пилон Под Бункер Ставят Блин Надо КСМ Фокусить Отфокусил Стрэндж Все-таки КСМ Бункер Там Секунду Не доделался А почему Стрэндж Не стал Забивать Я чуть не понимаю А если Бистик Новую Приведет Но если Новую Приведет То Стрэндж Ее развалит Короче Бункер Стрэндж Убивает У Бистик В итоге Фокта На Мэнни Как-то У Бистик Я бы не сказал Что провально Но Не очень хорошо Вообще Здесь Все получилось Адептик Фу Адептик Рипер На Мэнни Сейчас Бистиковский Пытается Выйти Здесь Уверчаж Уверчаж Не зайти В итоге Рипер Убивает Стрэндж Два Адептика У него Есть Еще один Стрэндж Парабам Кстати Бистик В плюсе Сейчас Он выбил Но он Всего Пробку Стрэндж Выбил Стрэндж Не строил На второй Базе Некоторое Время Рабочих Барак Возвращается Домой Но Очевидно Здесь Только Одно Что По Экономике Бистик Отставать Будет Очень Сильно От Стрэндж И Ему Нужно Что-то Предпринять В связи С этим А что Он Предпримет У него Циклон Просто Один Малик Все Барак Летал Полгода То есть Он Ничего Не строил У Стрэндж Плюс Два Барака Заказано Сейчас Стрэндж Так Два Сталкера Стоят Здесь С Адептиком Бистика Уже Два Циклончика Есть Стрэндж Делает Призму Здесь Бараков Много Начинает Строиться На Лабы На Реакторы Две Лабы Будет Здесь Банша У Бистика Уже Кстати Гля С Инвизом Причем Банша Самая Интересная Надо Циклонов Отогнать Отсюда Призма Сейчас Будет Гат Твайлайт Правда Поздний Реально У Стрэнджа Сейчас Загружает Четырех Сталкеров И полетел Вперед А что тут Делает Я не понимаю Стрэндж Кто будет Прикрывать Вот это Все Дело Банша Почти Прилетела Апсервер Не заказан Это Проблема У Стрэнджа По-любому Называется Вот Что Апсервер Висит Висит Апсервер Стрэндж Просто Ничего Не проверяет Но ошибка Это Я считаю Определенно Со стороны Стрэнджа И Нужно Проверять Обязательно Что Происходит Так Сканет Бистик Куда он Сканет Мейн Сканет Стрэнджа Банша Пока не Врывалась Вот сейчас Есть еще Одна Банша Успевает Бистик Инвизор Убить Но Стрэндж Его фокусит Моментально Просто Заходит Сейчас Подтанк Так Депошку Депошку Не фокусит Четыре Сталкера Все они На Мейн Летят В это время Бистик На Инвизе На Мейн Стрэнджу Пролетает Гэ У Бистика Горит Вообще Он сейчас Баншой Мог убивать Здесь просто Все А он Пишет Гэ И выходит Но ему Дома Нечем Сталкеров Отбивать С другой Стороны Но Сдаваться Рано Было Еще Банша Штук 10 Рабочая Даже Больше Могла Убить Бистику Просто С КСМ Отбиться Можно Было И попытаться Порыпаться Пытаться Надо На самом Деле Ну а Так Стрэндж 2-0 Изи Пока Что Третья Игра Либо Бистик Соберется Либо Это 3-0 Бомба Лейла Стиль 2-0 2-0 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...